Первая книга царств, тридцатая глава. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинуама, изреэлитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахиммелехову, «Принеси мне Ефот», и принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и четыреста человек, двести же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоков, и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид, «Чей ты и откуда ты?» И сказал он, «Я — отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети, и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Секеллах сожгли огнем. И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня, и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока воссор. И вышли они навстречу Давида, на виду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас и придал в руки наше полчища, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секеллах и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Иоттире, и в Авраире, и в Шифмофе, и в Естимоа, и в Рахале, и в городах Иерахмиельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Продолжение следует...